Курс доллара превысил отметку в 79 рублей на фоне новых угроз США ввести новые ограничения в отношении России. В США заявили, что готовят введение санкций в сферах экспорта и финансов. Каковы основные причины этого и к чему готовятся россиянам? Узнаем далее. На фоне геополитической напряженности курс доллара вырос до максимального значения с начала 2022 года. Во время торгов 25 января стоимость американской валюты превысила отметку в 79 рублей, прибавив 0,4%. Последний раз доллар стоил 79 рублей в октябре-ноябре 2020 года. Тогда рост был обусловлен факторами, связанными с пандемией. Таким образом, данный курс совершенно не нов для России. В этот раз причина только одна – это геополитическое противостояние и вероятность введения новых санкций против российской экономики, против российских банков, против российских компаний, что, безусловно, создает вот такую нервозную атмосферу на рынках и способствует снижению курса рубля по отношению к доллару, евро и другим валютам. Также были случаи, когда доллар поднимался и выше. К примеру, в марте 2020 года отметка была больше 80. А весной 2016 года доллар стоил практически 85 рублей. По словам Игоря Коха, по мере разрешения ситуации международной политики, курс вернется к более привычным значениям. Как пишет источник Роутерс, рост доллара связан с противостоянием России и Запада из-за ситуации на Украине. Также рост идет в ожидании итогов заседания Федрезерва, где должны принять решение о дальнейшей денежно-кредитной политике. Любое обострение международной обстановки, оно так или иначе сказывается на международной экономике. А валютные колебания – это, безусловно, один из элементов международной экономической ситуации. Поэтому вполне логично, что вот те проблемы, которые сейчас возникли вокруг переговоров России и Соединенных Штатов, вокруг блока НАТО, его расширения, и в частности вокруг украинской тематики, все это создает очаг напряженности международной, которая, естественно, влияет на курс основных международных валют. По словам Романа Пеньковцева, речь идет не только о колебаниях на российском валютном рынке. Нестабильность коснулась и американских рынков. Как только нарушается стабильная международная ситуация, нарушается также международная экономическая ситуация. Ситуацию сегодня на международной арене можно охарактеризовать как стадию глубокого оптимизма. Потому что на самом деле никакого серьезного оптимизма и надежды на какое-то резкое улучшение, резкий прогресс в политической международной ситуации сейчас наблюдать не приходится. Потому что переговоры, которые ведутся между Россией и США, и очень ведутся вяло, и не сказать о том, что наметилась какая-то динамика положительная, но мы этого сейчас не можем сказать. Тем не менее, нельзя сказать, что курс доллара взлетел. Речь идет всего лишь о 5-7%. Даже в отношении импортных продуктов 5% роста курса влияния на стоимость продуктов – это максимум 2-3%. То есть это не произведет никакого влияния на товары российского производства. Елизавета Никитина, Универньюз.